При вегетативном размножении черенками многие дачники используют специальные стимуляторы для корнеобразования. В любом садоводческом магазинчике можно найти такие препараты, как биоколон, корневин, гетероауксин или эпин. Но раньше люди обходились без этих препаратов с помощью народных средств и укореняли свои растения не менее эффективно. Наши предки говорили, что даже палка может прорасти, если правильно воткнуть ее в землю, и оставили нам свой цветоводческий и садоводческий опыт. И согласно их опыту, один из самых лучших народных укоренения – это добавление в воду, где стоят черенки свежевыжатого сока алоэ. Такой раствор поможет размножить малину и клубнику, крыжовник и гортензию, розу и петунию, герань и жасмин. Любые растения активно стимулируются этим соком и быстро пускают молодые корни. Как правило, нарезанным черенкам необходимо простоять в обычной воде около 1-2 недель, чтобы проклюнулись первые корешки. А вот при добавлении сока алоэ первые корневые отростки появятся в течение 2-3 дней. На пол-литра воды необходимо добавить около 15 капелек сока древовидного алоэ. Вода при этом должна быть кипяченой, талой или дождевой. Лучше всего либо растопить снег, либо собрать дождевые осадки. Если у вас дома алоэ не растет и родственники не могут поделиться листиком, можно купить экстракт алоэ в аптеке, который продается в ампулах. Он стоит очень дешево и найдется всегда. На каждый литр воды необходимо добавить 1 мл сока алоэ и в таком растворе замочить черенки в течение 24 часов. Затем их можно пересаживать в посадочные емкости, где и появятся корневые отростки.